Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебнейшей книге Тегилимна. У нас 106-й псалом. 106-й псалом, он, в общем-то, идет всегда обычно как продолжение 105-го псалма, в котором царь Давид, он сочинил при переносе святого ковчега в Иерусалим. И в нем Давид благодарит Бога за все это добро, которое он сделал для нас на протяжении всей истории. Читает его вместе со 105-м и 106-м во время болезни. Есть еще очень интересная вещь, которая говорится о нашей псалме. Написано, что именно в нем зашифрована тайна того, что прочтение всей книги Тегилим спасает человека, отрывает его от грот, от того, чтобы Бог смотрел на наши деяния не только с доброй точки зрения, а объективно. Хочется, конечно, только доброты. Хасидут на Тегилим пишет, что во втором пасуке 106-го псалма существует именно вот эта тайна. Там есть слово, которое обозначает трение. И чтобы вырваться. И поэтому учил раби Зуша, что этот пасук читается, можно еще читать так. Кто открывает, отрывает в урод суровые суждения от Ашема? Тот, кто дает быть восхвалением во услышанными, прочитав весь Тегилим. Это раби Зуша из-за Неполя. Он сказал, что таким образом мы узнали, что, прочитав книгу Тегилим, мы практически спасаемся от судов. Что еще? 106-й псалм пишет, что в древних книгах написано, что он очень и очень помогает при переменной лихорадке такой. Знаете, когда человек болеет? Значит, чтение его тут же снимает тут симптомы. Ну вот, пожалуй, все по 106-му. Брахавы от слаха.